Девушки отдыхают В рамках форума «Тысяча городов» замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Все подробности в сюжете. Сливу размером с куриное яйцо сейчас убирают в поселке Большевик. Джамилья Ибрагимова и вкусные плоды попробовала, и репортаж сняла. Я каждый раз, всегда, каждый год возвращаюсь на Машук. Теперь у подножья Машука будет потише. Чем запомнится 10-й форум? И необычные следы в небе над Ставропольем. Что это? Самолеты или космические корабли? Тренировать мышцы или просто прогуливаться по освещенным дорожкам, наслаждаясь красотой? Мест, где с комфортом можно провести время, в крае становится все больше. Конкретные примеры готовых объектов во время рабочей поездки увидел и заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Ирина Ивановская продолжит тему. Обновленный сквер на проспекте Юности в краевом центре теперь начинается с фонтана. С виду это обычное уличное украшение, однако способное удивить каждого. Настроить подсветку и струю воды в фонтане можно самостоятельно. Это первый подобный инновационный проект в стране. Нижние кнопки относятся к водным струям. Это центральная струя, это пенные струи и это шатер, который сходится из струи. Каждая имеет два положения. Повыше и пониже струи. И также верхние кнопки три. Это относится к подсветке. Можно задать определенный цвет и наслаждаться тем, что ты сам выбираешь, какой фонтан будет. А потом на этой картине можно фотографироваться. Если, конечно, другие дети тебе ее не перебьют. Преобразившийся сквер стал еще одной точкой притяжения жителей краевой столицы. Здесь есть качельки, фонтанчик, новая плитка ребенку, можно кататься на самокате. Ну и тренажеры для мам. Для меня фонтан. Вот сижу с 8 утра и смотрю, внуков не могу домой утащить. В прошлом году за благоустройство именно этой территории проголосовали больше половины жителей микрорайона. И вот работы на почти 10 тысячах квадратов завершены. Результат вместе со ставропольцами оценил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым он осмотрел площадки, которые становятся лучше благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Обновляют не только общественные территории. Наш регион своими силами продолжил приводить в порядок дворы. В этом году их планируется благоустроить 76 на общую сумму 200 миллионов рублей. Все-таки дворы нужно обустраивать, потому что хорошо городское пространство. А если во дворе у тебя яма и лужи, то никакого городского пространства не даст ощущения комфортности в городе. Поэтому дворы тоже. Это здорово, что вы это понимали. И многие регионы не стали эту тему развивать. Да, но вы молодцы это сделали. Мы это видим. Опыт развития жилищной застройки гости оценили на примере одного из микрорайонов в Михайловске. Школа и детский сад здесь строились одновременно с домами. Они уже готовы к открытию. Сейчас строительство соцобъектов ведется за счет бюджета региона. Однако можно войти и в специальные госпрограммы. Сегодня государство на развитие строительства дает деньги. На каждый квадратный метр вы можете получить до 4000 рублей для развития социальных объектов. Спорт, культура, образование, инфраструктура сегодня вошла. Федеральные средства планируют выделять еще под один проект, который, надеется, столичный гость поддержит из Ставрополья. Стимулирование развития индивидуальной жилищной строительства в части того, что мы будем помогать развитию инфраструктуры, дорог, инженерных сетей. То, как в крае реализуется федеральный проект по формированию комфортной среды, видно наглядно, отметил Максим Егоров. В разгар рабочего дня люди, которые в силу каких-то причин не работают, отдыхают, и они здесь есть. Я думаю, что, наверное, вечером здесь еще больше центра притяжения. Это очень здорово. И очень хорошо, что регион подходит к этому вопросу очень комплексно. И с ремонтом дорог, с ремонтом фасадов зданий, с историческими зданиями в прекрасном состоянии. Потому что в некоторых регионах приезжаешь, может быть благоустроена территория, а вокруг там обшарпленные здания. Здесь у вас комплексный подход, и это очень здорово. И в том, что городские пространства становятся комфортнее, убедились Ирина Ивановская и Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. К слову, Максим Егоров приехал еще и чтобы поучаствовать в Большом молодежном форуме развития территорий. Форум, к слову, еще имеет приставки «Первый» и «Всероссийский». Напомним, что участие в нем принимают свыше 150 добровольцев, студентов и молодых специалистов в сфере архитектуры, урбанистики, градостроительства, дизайна. В программе участников пленарная сессия «Тысячи городов». Что это значит для нас с вами? Яна Лукошкина выделила главное. Я до пучочеки вязала, край дорожки клала. Так неординарно встречают почетных гостей пленарной сессии, среди которых федеральные министры, главы регионов России и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Все они прибыли пообщаться с участниками форума, направить, подсказать и помочь. К тому же у принимающей стороны опыта в благоустройстве территорий много. Есть чем поделиться с гостями. «У нас в этом году 23 территории. Ставропольский край состоит из 26 муниципальных районов и 8 городских территорий, ну городов. Поэтому мы практически на 90% их охватываем ежегодно программами городской среды, программами местных инициатив, и мы можем это себе позволить». Участникам рассказали о мерах поддержки, конкурсах и грантах, которые, к слову, в этом году составляют почти 3 миллиарда рублей. Это значит, вероятность того, что идея станет реальностью, высока. И в вашем селе или городе, благодаря вам и вашим проектам, могут появиться велодорожки, благоустроенные парки или дворы. На упорный и уверенный темп работы участников настроил замминистра строительства и ЖКХ России, а также заверил в своей поддержке. «Мои двери, моего кабинета, кабинет министра открытый для вас. Мы всегда вас рады видеть. Особенно приятно видеть, когда вы принимаете участие и ваши проекты побеждают. Ребят, дерзайте, у вас очень все классно, вы молодцы. Давайте удачи и будем дальше работать». Хоть форумы проводятся впервые, его пользу уже охотно подмечают сами участники. Такая платформа, особенно для архитекторов, дизайнеров и волонтеров, говорят, нужна была давно. «Для меня здесь интересно именно обмен опытом, как реализуются проекты. То есть здесь есть эксперты, которые показывают, как можно работать с властью, какие можно находить подходы, как реализовывать проекты. И какие основные тенденции сейчас есть в современной архитектуре. То есть что востребовано, что хотят люди видеть в своих городах». Форум проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его организаторами выступили Минстрой России и правительство Ставропольского края. Уже известно, форум станет ежегодным. Следующий планируют собрать в апреле. Яна Лукошкина, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение. Но сменим тему. Ветки деревьев во многих садах в эти дни сгибаются под тяжестью растущих на них плодов. Сладкие и сочные сливы поспели на Ставрополе. Ароматные урожаи повсеместно сейчас собирают в садах. Какие районы в передовиках? Джамиля Ибрагимова изучила сливовую карту нашего края и ее репортаж об урожае с кислинкой. Слива в хуторе Большевик большая. И кто скажет по ее внешнему виду, что она за какие-то два месяца пережила стресс. Один за одним то дожди, то жару. Как будто отлеживалась в теплице. Холеная, отборная, непомятая, крепкая. Хорошая слива вообще? Вообще классная. Повезло тому, кто сейчас оказался в этих садах. Деревья в этом году очень щедрые. Ветки еле выдерживают сливовый гнет. Вот с уборка затягивать нельзя. Помедлишь – пропадет. Убирают фрукт бережно. Слива к себе, знаете ли. Отношения любят. Надо обращаться как с женщиной. Ласково. Ласково, нежно. А как вот достать те, которые повыше? Достать. Нагинаем ветку, чтобы не сломалось. На уборке сейчас отнюдь не случайные люди. Все они работники хозяйства. Механизаторов, бухгалтеров, агрономов. Всех сняли с привычных мест и перевели на сливу. Рук не хватает, чтобы все собрать. Работа сложная? Нет, а что тут сложного? Ты сейчас собирай, да и все. Вот если бы я работала в сливовом деле и занималась уборкой урожая, то наверняка была бы в числе отстающих. Тут есть принцип, меньше разговаривай, лучше получится работать. Ну, меньше разговаривать у меня не получается в силу профессии. Но я вам точно скажу, что едок сливы из меня получился бы отличный. Где не справляются люди, справляется техника. Этот комбайн ловко собирает урожай. Он один заменяет на секундочку 70 человек. Стряхивает сливы с дерева. Но у него помощи просят лишь тогда, когда убирают фрукты, которые потом пойдут на переработку. Кстати, в этом году в хозяйстве Благодарненского округа ожидают урожая, какого здесь никогда не видели. Этот сад у нас начал полдоносить три года тому назад. Сейчас он достиг своего, ну, я считаю, апогея. Практически это максимальные урожаи. Ну, максимум мы рассчитывали на 40 тонн с гектара. Я думаю, мы, так сказать, получим такой результат. Сливовая карта Ставрополия. Выгоднее всего на ней смотрятся Буденовский, Благодарненский, Георгиевский округа и Новоселецкий район. Тут самые крупные в крае сады. Сочного урожая много. Вообще, аграриям в этом году есть чем удивить нас. По данным Краевого Минсельхоза, соберут около 3000 тонн синих фруктов. Из них, на секундочку, хозяйки сварят больше 1000 тонн варенья. Эту любимую сливовую сладость. Джимилия Ибрагимова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение, Благодарненский округ. Лето заканчивается, но это не значит, что клещи засыпают. Они все еще очень активны. Роспотребнадзор приводит тревожные цифры. Итак, с начала сезона клещи покусали почти 6000 человек. Из них 2500 – это дети. И это только зарегистрированные случаи. Не обошлось без заражения крымской геморрагической лихорадкой. Таких случаев 38. В стационарах находится 6 человек. Впрочем, положительная динамика есть. Эксперты отметили, что за последнюю неделю в медучреждении региона с укусами клещей обратилось значительно меньше человек, чем ранее. Тем не менее, риск заражения опасными заболеваниями еще сохраняется. Роспотребнадзор советует севропольцам быть аккуратнее при прогулках по лесным зонам. Если вдруг заметили клещам, побыстрее аккуратно снимите и отправьте на экспертизу. Продолжаем выпуск. 69-летняя жительница Георгиевского округа позвонил неизвестный и представился адвокатом. Он предложил ей помощь – получить 9-миллионную компенсацию от компании, которая продала пенсионерке некачественные лекарства. Такие цифры, конечно, вскружили женщине голову. Правда, для достижения этой цели необходимо было заплатить подоходный налог – 200 тысяч рублей. Наивная женщина поверила злоумышленнику и перевела его нужную сумму. Однако, как только он получил деньги, то сразу перестал выходить на связь. Только тогда пенсионерка поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Другие происшествия – в оперативной сводке. Лесной поджигатель. В Кисловодском парке посетители сняли на телефон гуляющую семью с мальчиком лет семи, который бросал в лес петарды. От пиротехники загорелась сухая трава. Бдительные прохожие вызвали пожарных, а также догнали главу семейства и сообщили о возгорании. Спасатели потушили огонь на площади 200 квадратных метров. Заявлений в полицию не последовало. Поэтому виновника ЧП, скорее всего, просто поставят в угол. Лобовое столкновение. Три человека пострадали после аварии в Пятигорске. ДТП произошло поздно вечером на улице Жуково. Водитель иномарки по неизвестным пока причинам выехал навстречку. Машина столкнулась с десяткой. Пожилую женщину-пассажира отправили в реанимацию. За медпомощью также обратились и оба водителя. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП. Бесцеремонная похитительница. В Ставрополе девушка стащила мобильный телефон сотрудницы одного из магазинов. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, молодая девушка подходит к офисному столу и забирает чужой мобильник. После прячет гаджет в брюки и быстро уходит. Работники магазина обратились к горожанам в соцсетях с просьбой найти злоумышленницу. Авария на двух колесах. В Ставрополе мотоциклист насмерть сбил пожилого мужчину. Видео с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях. Позже выяснилось, что за рулем байка была 29-летняя девушка. Полицейские завели административное дело. Мотоциклистке грозит лишение прав. Вот так незаметно мы подошли к середине нашего эфира. И вот что будет в программе дальше. Я каждый раз, всегда, каждый год возвращаюсь на Машук. Теперь у подножья Машука будет потише. Чем запомнится 10-й форум? Где живет единственный в крае полный кавалер ордена трудовой славы? Поближе познакомимся с 84-летним Чебаном. И необычные следы в небе над Ставропольем. Что это? Самолеты или космические корабли? Открытые, честные, прозрачные, инновационные. Так коротко можно сказать о предстоящих выборах губернатора Ставрополя. Председатель Краевого избиркома Евгений Демьянов пообщался с журналистами. Говорил о том, насколько готовы к волеизъявлению избирательной комиссии. Чем эти выборы будут отличаться от предыдущих? Илья Захаров тоже задал свои вопросы. Эти выборы будут необычными, подчеркивает глава Краевого избиркома Евгений Демьянов. Прежде всего потому, что многое на них будет происходить впервые. Главное, на что направлены новшества, это прозрачность и честность выборов. Впервые на региональных выборах, на выборах губернатора Ставропольского края будут работать общественные наблюдатели. Наряду с наблюдателями, которые будут направлены на избирательные участки всеми кандидатами, которые участвуют у нас в выборах. А в выборах, вы знаете, у нас участвует пять кандидатов. Так и наблюдатели будут направляться от избирательных объединений, которые выдвинули этих кандидатов. Также все избирательные участки региона оборудуют видеокамерами. Будет видеонаблюдение и в участковых избирательных комиссиях. Всего на Ставрополье 8 сентября будут работать 1283 участковые избирательные комиссии. Из них 24 в местах временного пребывания людей. Это санатории, больницы, а также следственные изоляторы в Ставрополе и Пятигорске. Более 60 участков оборудуют электронными системами обработки бюллетеней – КАИБами. Они полностью исключают так называемый человеческий фактор. КАИБы нового образца 2017 года. Могу сказать, что КАИБы будут очень активно использоваться в городе Лермонтове, к примеру. Было решение принято избирательной комиссией Ставропольского края. Все участки будут закрыты этими комплексами. Еще из технических новинок – QR-коды. Они будут стоять на всех итоговых протоколах избирательных комиссий. Для того, чтобы исключить любые возможности вмешательств при занесении результатов голосования в систему. Также рассказали о работе системы «Мобильный избиратель». Она позволяет проголосовать по месту нахождения, а не регистрации. Сделать это можно в любой точке Ставрополья и даже в Москве. Любой Ставрополец, житель Ставропольского края, кто будет находиться в городе Москве 8 сентября, сможет подать заявление по системе «Мобильный избиратель», открепиться со своего избирательного участка из списков, он будет исключен, и будет включен в списки избирателей на одном из 30 избирательных участков, которые организованы в городе Москве. Подробно о том, как проголосовать на выборах губернатора Ставропольского края, вы можете узнать по телефону горячей линии избиркома в Ставропольском крае. Его номер вы сейчас видите на ваших экранах. Узнали об особенностях голосования 8 сентября Илья Захаров и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Месяц молодежного праздника позади. В Пятигорске завершился юбилейный 10-й Машук. Впервые в этом году три смены и рекордные 3000 участников со всего Северокавказского округа. Мой коллега Никита Шишков за месяц несколько раз побывал на форуме и собрал все самые яркие моменты. Я каждый раз, всегда, каждый год возвращаюсь на Машук, потому что здесь своя атмосфера. Фрагмент этого интервью с участницей форума мы снимали на самом старте первой смены. Что будет впереди, машуковцы еще не знали. Но к закрытию слета желающих стать завсегдатаями точно прибавилось. За 10 лет Машук повзрослел и изменился до неузнаваемости. От обычных палаток и пробных мастер-классов до комфортных шатров с кондиционерами, станцией мобильной подзарядки и повсеместного Wi-Fi. Даже сбор мусора в этом году ввели раздельный. Я стал делить пластиковые бутылки от крышечек. Естественно, батарейки в отдельно. Батарейки сдаю вообще в отдельное производство. У нас есть в Пятигорске такое, где ребята собирают, потом это все на переработку идет. И теперь уже традиция, лекции от экспертов федерального и международного уровня. Многие гости Ковминводы для себя открывают впервые. А кто-то, наоборот, хочет приехать сюда и отвлечься от рабочей рутины. Я здесь уже не первый раз. И в этот раз я по работе, а до этого я приезжала сюда на отдых. Я рассказала всем своим друзьям. Это отдых, который дает возможность укрепить иммунитет. И он нацелен именно на оздоровление и настоящий отдых. Это тот самый отдых, после которого ты набираешься сил. Впрочем, на форуме отдохнуть особо некогда. Программа такая плотная и познавательная, что свободные минутки прогуляться остаются только по вечерам. Вчера у нас была довольно интересная встреча с космонавтом. Зовут его Токарь Валерий Иванович. Он тоже много рассказал интересных вещей. Сколько был он в космосе, а именно 190 суток. Ну, я, конечно, в восторге был после встречи. Это максимально произнес на меня впечатление. Разросся к этому году Машук до трех смен. Первыми поляну посетили молодые бизнесмены и IT-специалисты. Вторая смена собрала общественников. А закрывали форум молодежные лидеры. Проектов тоже больше, чем раньше. Впервые грантовый фонд превысил 100 миллионов рублей. У нас форум перерастает, вырастает из Северного Кавказа. Дети приезжают с Калуги, с Белогорода, с Азербайджана, со всех соседних территорий. С Армении в этом году будут делегации. И это уже тоже та новация, которую мы с вами несём. Интересно наблюдать за тем, как Машук выглядит и звучит. Это уникальный шанс побывать среди представителей десятков народностей и узнать о них побольше. Национальные песни, костюмы, блюда. Прошёл и целый день из КФО, когда главы регионов-участников приехали на равных общаться с молодёжью. Для северокавказской молодёжи стал основной площадкой общения, реализации своих новых идей, своих инновационных идей. Сегодня в ходе общения с молодёжью мы увидели опять горящие глаза, новые идеи. Ребята очень деятельные, инициативные, глаза горят. Очень приятно с ними общаться и очень хорошо интеллектуально подготовлены. Меня это очень радует, потому что это, конечно же, ну, наверное, наша элита молодёжная здесь, которая отрывает себя от повседневной жизни и пытается что-то сделать. За три смены 20 форумчан получили работу, а ещё 70 отправятся на стажировку или в кадровые резервы. Вопросам трудоустройства на форуме вообще уделили немало времени. Если говорить о другой стороне социальных лифтов, то ещё одна миссия, которую должна выполнять власть, она создавать, должны рабочие места для того, чтобы у вас был огромный спектр того, чего нет, наверное, нигде. И точно все участники так или иначе появятся в списках контактов друг у друга. Ведь какая бы тема ни была, у следующего 11-го Мушука соберёт он, как всегда, тех, кто готов мечтать и творить. А несколько дней в компании самой активной молодёжи Кавказа провели Никита Шишков, Джамиля Ибрагимова, Антон Красов и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Героем нашего следующего сюжета гордится край. 84-летний Сулейман Муртазалеев из Туркменского района. Ставропольский дагестанец или, если хотите, наоборот, сколько себя помнит, проработал Чибаном. Он единственный полный кавалер ордена трудовой славы в крае, обладатель нескольких десятков наград, перечислять которые бессмысленно, потому что это займёт всё наше эфирное время. К нему и его многочисленной семье в гости наведался губернатор Ставрополя. Как всё прошло, расскажем в сюжете. Скромный завтрак в этом доме так и выглядит. Чуду – это тонкие пироги, хинкалы, мясо, баранины. Дагестанцы – народ гостеприимный, а о щедрости ставропольских дагестанцев и вовсе песни поют. Так они встречают каждого гостя. Будь ты случайный прохожий или, например, губернатор Ставропольского края. Национальное блюдо наше попробуем. Это чудо национальное. Пробуем. Угощаемся. Дедушка. Дедушка. Начинай, наверное, ты. Да. Подавайте сюда. Как добраться там чапанский завтрак. То самое фото, когда все вместе в семье Муртазалиевых с каждым годом делать всё сложнее и сложнее. Ещё бы, ведь число людей в их доме уже уверенно перевалило за полсотни. По двору хлопочут дети, уже выросшие. И играют, бегают правники, ещё растущие. А в него братика. Всё, застыло. Девять детей, 53 внука и правнука. Всё это его богатство. Глава семейства Сулейман Муртазалиев. 84 года свою задачу максимум выполнил сполна. Любимый отец, дед и прадед. Много в жизни повидал, много внуков воспитал. Ты наш самый дорогой, дедушка наш золотой. Что до его трудовых подвигов, то сам, сколько помнит себя, всю жизнь провёл в седле. С малых лет помогал отцу пасти тонкорунных овец на горных вершинах Дагестана. Потом переехал на Ставрополье. И тут отцовское дело не забросил. В совхозе Красный Маныч старший чабан Муртазалиев прослыл лучшим работником. 36 лет бил все мыслимые рекорды по выполнению производственных заданий. Награду тяжело давались? Лёгко не давались. Лёгко не даётся. Трудится даже, когда другие отдыхают. Он так с 12 лет. По-другому свою жизнь не представляет. Тогда чего удивляться, что трудовых наград у него не меньше, чем детей и внуков. Все перечислять не будем. Уж больно долго. Скажем одно. Сулейман Муртазалиев единственный в крае полный кавалер ордена трудовой славы. Но даже эта новость застала его на работе, в полях, когда пас овец. Мы должны научиться у них, их труду самотыжить. Как им это делать? Почему? Почему? Сегодня, слушайте, вот я не знаю, там и бизнесом занимаетесь, и сами работаете, и видите, что вокруг происходит. Но ведь сегодня человеку очень сложно заставить работать. А ещё по-настоящему работать ещё сложно заставить. Дети и внуки на дедушку смотрят и удивляются, как он почти 70 лет предан одному делу. Откуда такая верность? Порой делится какими-то забавными ситуациями, которые были на протяжении всей трудовой деятельности. Да, и не были, он и сейчас трудится. То есть дома не сидит спокойно, всегда выезжает, там где-то на проверку, на кашару. Внуки подражают его трудовому рвению не унывающей, не стареющей натуре. Говорят, вот бы и у нас в его годы было такое желание жить и работать. Джамиля Ибрагимова, Ставропольское телевидение, Туркменский район. Вот и подошло время для новостей спорта. Сергей Надеин, как обычно, в течение всего эфира ждал, когда я ему слово передам. Да, в уголке там притаится. Ну что, Динамо Ставрополь скоро снова в бой. За первое место боремся? Да, да, да. Возможно и за выход. Я слышал, что они через 6 лет в Лиге чемпионов вроде бы будут. Будем ходить с тобой, надеюсь. Обязательно, обязательно. Надеюсь, будет абонемент. К спорту в ближайшие выходные стартует чемпионат России по гонболу. И в мужской и в женской суперлиге. Нет, формально сезон уже стартовал. Матчами за суперкубок у мужчин чеховские медведи крупно обыграли московский «Спартак» 35-25. А у женщин обладатель трофея определяется прямо сейчас. Матчи между командами Ростов-Дон и Лада. Но вернемся к чемпионату. Виктор проведет свой первый матч в Волгограде против местного «Каустика». Несмотря на то, что Ставропольцы в прошлом году попали в первую четверку, а «Каустик» играл в турнире за выживание в суперлиге, легкой игры у Виктора не предвидится. Ну, во-первых, «Каустик» неплохо показал себя на турнире памяти Виктора Лаврова в Буденновске, заняв пятое место. А во-вторых, у поклонников Виктора до сих пор в памяти матч, в котором «Каустик» выбил Ставропольцев из прошлогоднего розыгрыша Кубка России. Так что игра обещает быть интересной. Кстати, болельщики Виктора смогут поехать на нее бесплатно. Автобус выезжает из Буденновска в 5 утра 1 сентября. Подробности в официальных группах Виктора в социальных сетях. Остальные пары первого игрового дня в мужской суперлиге выглядят вот так. Давайте посмотрим. «Сгау Саратов» играет с «Краснодарским скифом». «Пермские медведи» принимают «Астраханское Динамо». «Динамо Челябинс» играет с университетом Лесгов Таневай Санкт-Петербурга. «Таганрог Юфу» – «Новичок в суперлиге» принимает «Чеховских медведей». Эта игра будет очень интересной. А женский гонбольный клуб «Ставрополь» 1 сентября отправится в Майкоп, где сыграет с местным клубом «Агу Адыив». Давайте посмотрим на остальные женские пары, которые сыграют в День знаний. «Уфа Алиса», «Уфа Ростов Дон», «Кубань Краснодара» – «Страханочка», «ЦСК Москва» – еще один новичок в суперлиге, но очень мощный сразу же. Со звездой из Венигорода, пожалуй, самая интересная игра этого игрового дня. Остальные игры сыграют чуть позже. Кстати, последнюю игру, о которой я говорил, судить будет Ставропольская пара арбитров – Евгений Зотин и Николай Володьков. Сменим тему, перейдем к футболу. Ставропольская «Динамо» в ранге одного из лидеров южного дивизиона примет на своем поле «Легион Динамо» из Махачкалы. Вот как выглядит турнирная таблица. «Динамо» и «Ставрополь» с 15 очками расположились на втором месте. «Легион Динамо» набрали 7 очков, и они на 10-й строчке. Начало встречи в 16.00 на эту игру можно будет тоже поехать бесплатно. Автобус с болельщиками отправляется от ЗАГСа в Ставрополь в 14.30. А вот Пятигорский «Машук» примет на своем поле Владикавказскую «Аланю». Команды в таблице разделяет лишь одно очко. И между ними, кстати, нынешний соперник «Легион Динамо». Давайте посмотрим, кто еще сыграет друг с другом в этом туре. «Спартак», «Ладикавказ», «Биолог», «Новокубанск» играют 31 августа. Остальные в День знаний 1 сентября. «Махачкала», «Спартак», «Нальчик», «Волгарь», «Черноморец», «Краснодар», «Трианжи», «Дружба», «Урожай», «Интер», «Черкес», «СКА», «Ростов-на-Дону». Вот такими спортивными будут наступающие выходные. У меня на этом все, Вадим. Ну что, я все-таки верю в первое место и в первую дивизию. Вадим, Лига чемпионов, Лига чемпионов. Слишком, слишком забегаешь вперед. Ладно, я пойду тогда пока гамбол досмотрю, Суперкубок женский, там наверняка все очень интересно. Надеюсь. Пока. Но мы, как обычно, подготовили особенно интересную новость под конец выпуска. Сегодня закончим таинственной новостью. Вот такие, на первый взгляд, обычные следы в небе увидели жители некоторых районов края. Например, в селах Александровском, Дивном, Левокумском. Ну, вроде бы, похожие на следы от самолетов. Но дело в том, что, как говорят местные жители, авиатранспорт в таком количестве над данными селами не летает. Так что все основания полагать, это след от внеземных цивилизаций. Мы, конечно, шутим, но надежда все-таки теплится. Ведь так хочется верить, что в этой галактике мы не одиноки. Таким выдался этот день. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова